Добрый день! Более 10 лет наши люди страдают от выбросов промышленных предприятий. Жители Рязани, Турлатова, Дядькова и других пригородов буквально задыхаются в те дни и ночи, когда в воздухе появляется сероводород и другие едкие запахи. Действительно, эта проблема напрямую касается более половины жителей Рязанской области, поэтому к ней столь пристальное внимание. Но никакие приборы учета, датчики, выездные лаборатории не решили эту проблему. Проверки надзорных органов находят нарушения на заводах, но наказание — это несущественные штрафы. Мы видим, что традиционные подходы не работают, выбросы по сей день продолжаются. К тому же некоторые предприятия-загрязнители входят в большие корпорации, воздействовать на которые на региональном уровне крайне сложно. Людей волнует не только сам запах, но и его последствия для здоровья. К сожалению, в Рязани масштаб легочных и онкологических заболеваний превышает средний уровень по стране. Решение есть, но оно может быть не такое простое, как хотелось бы. К нашему счастью, Российская Федерация сегодня поддерживает мировую экологическую повестку. Руководство нашей страны уделяет огромное внимание экологии и зеленой экономике. С 2021 года утверждена и действует нормативно-правовая база, согласно которой в 2023 году все крупные предприятия должны привести выбросы в установленные пределы, отчитаться об этом, пройти процедуру аттестации углеродной отчетности в органе по валидации и верификации парниковых газов. То есть независимая структура с соответствующей лицензией должна оценить реальную ситуацию и дать заключение в соответствии фактических выбросов предприятия представленной отчетности. Я говорю об этом так подробно и уверенно, потому что научный центр МГТУ имени Баумана, в котором я работаю, аккредитован как орган по валидации и верификации парниковых газов. Я не раз обращал внимание региональных и городских чиновников Рязанской области на возможные решения этой проблемы и с удивлением наблюдаю, что никто в промышленном комплексе не готовится к этой процедуре. Хотя санкции для предприятий будут серьезные, тем не менее они не идут ни в какое сравнение с потерянным здоровьем людей. Еще раз, есть реальный инструмент борьбы с выбросами. Нам нужно лишь его использовать. Использовать закон для защиты нашего здоровья. Решение проблемы выбросов – это один из первых шагов, который я сделаю на посту губернатора. Мы заставим промышленные предприятия установить современные системы очистки и вкладываться в экологию. Я вас не подведу.